МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. Крыша дома протекает несколько лет. Очередное обращение в городской дозор. Саров для своих. Василий Ласточкин вернулся из очередного гум-конвоя на Донбасс. Богатая культура русского народа. 30 лет ансамблю «Забава». Далее расскажем обо всем подробно. Большинство нижегородцев используют маткапитал на улучшение жилищных условий. В этом жители нашего региона не стали исключением. Самая объемная и популярная мера поддержки семей в России чаще всего идет на покупку жилья. Если, например, про прошлый год мы говорим, то у нас было выдано всего оформлено сертификатов порядка 9200 сертификатов на материнский капитал. И что-то около 6000 нижегородцев потратили их именно на улучшение жилищных условий. С 1 февраля материнский капитал проиндексировали на 7,4%. Теперь на первого ребенка родители могут получить 630 тысяч рублей. На второго – 833 тысячи. Как только родился ребенок, в личном кабинете на портале госуслуги у мамы появляется электронный сертификат. Через сервис родители могут подать заявление на использование маткапитала, а также посмотреть остаток, если деньги оттуда потрачены не полностью. Если средства маткапитала израсходованы не полностью семьей, то индексация происходит и в отношении этого остатка. Если мама или получатель средств материнского капитала по тем или иным причинам не может, не хочет использовать личный кабинет на портале госуслуг, то они могут обратиться в клиентскую службу социального фонда России, и им будет напечатан бумажный аналог, если такая необходимость имеется. С 2024 года отцы, которые используют средства маткапитала, могут направить их на накопительную часть пенсии. До этого так могли делать только мамы. Проиндексировали также единое пособие на детей. Единое пособие – это новое пособие. Напомню, что оно объединило в себе пять пособий, которые выплачивались на различные категории семей с детьми. Это дети до трех лет, от трех до семи, от восьми до семнадцати лет. То есть все эти пособия были объединены в одно. И в прошлом году мы выплатили данного вида пособий почти на 16 миллиардов рублей по Нижегородской области. Если говорить о получателях, то это порядка 166 тысяч малышей и около пяти тысяч беременных мам. С этого года по решению президента родители, которые вышли на полный рабочий день до достижения малышом полутора лет, продолжат получать выплату по уходу за ребенком. При назначении любого вида пособия семьям участников СВО не учитываются доходы бойца. Существует отдельная выплата для детей военнослужащих – около 15 с половиной тысяч рублей. Школьникам выделяют средства на летний отдых. Любую информацию можно уточнить в Социальном фонде России. Группы ведомства есть во всех социальных сетях. Управляющая компания МУП «Центр ЖКХ» планово выходит на очистку крыш домов от сосулек и ледяных глыб. Работы производят во время оттепеля, когда вероятность того, что ледяные образования сорвутся сверху, намного выше. Есть отдельная бригада, которая выезжает на срочные вызовы жителей. Инженеры проводят регулярные обходы по городу. Также сотрудники обращают внимание на фото и записи в социальных сетях. В оттепеле в основном с сосульками и работают. Если гипотетически предположить, что сосульки образовались и их рост перестал, мы их устраняем на наших практически 500 домах, где-то в районе трех смен. Но так как они растут, опять растут в кавычках, постоянно в такую погоду, то пиковую ситуацию мы поправляем за день, за два. Остальное идет просто плановое их сбивание. Пока что у «Центра ЖКХ» 2-3 обращения в день. Вот тепель гораздо больше. Но специалисты выезжают не на каждый звонок. Некоторые дома входят в план осмотра или находятся рядом с этими адресами. Инженеры оценивают ситуацию, и если сосульки висят ни над входом в подъезд, ни над тротуаром, то первоочередность таких обращений снимается. Сначала ледяные образования убирают там, где они могут угрожать безопасности людей. В то же время сами горожане могут помешать сотрудникам выполнять работу. Это автотранспорт, который стоит во дворах. Мы вешаем объявления, ну, естественно, люди их либо не читают, либо предпочитают нереально. Второе – это опять те же самовольно установленные козырьки. Житель, если установил, ну, как бы и следить должен за этим. Уж сосульку-то выйти, я условно говорю, шваброй-то сбить с балкона своего козырька всегда можно. Либо обратиться в управляющую компанию, она за какую-то копейку это дело сделает. Если машины мешают уборке, центр ЖКХ пытается найти хозяев. Также специалисты обращаются и к пешеходам, и призывают смотреть не только под ноги, но и наверх. Лишний раз обходить опасные участки. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В третьем подъезде дома по Куйбышево, 26, протекла крыша. Вода просочилась, в подъезд излила все четыре этажа. Жители сначала подумали, что прорвало трубопроводы отопления или горячей воды. Настолько сильно вода текла с потолка, заливая электропроводку и освещение. Соседи вызвали на место инцидента аварийную бригаду, которая не приехала даже через час после сообщения в аварийную службу. У нас в 2010 году были протечки большие, и, конечно, никто никому ничего не возместил, но впоследствии они ремонтировали крыши. Вот прошло более 15 лет, и все повторяется. Крыша не ремонтирована, и капремонт крыши назначен на 43-й год. 2043 год. Поэтому этот дом до 43-го года не доживет. На следующий день после аварии света в подъезде не было, а вода продолжала капать с потолка. Собственники четырех квартир на четвертом этаже стали жаловаться, что последствия протечки отразились и на их жилье. Протекла кухня, протекла ванная, пришел, значит, техник, осмотрел. Все хорошо, мы вам компенсацию там туда-сюда. А какая компенсация? Я уже не первый раз сталкиваюсь. Два рубля? А что сделаешь на два рубля? Это, грубо говоря, два рубля эти будут. Я не могу ничего сделать. Я пенсионер. И своими силами тоже я не смогу это сделать. Кроме того, когда рабочие центра ЖКХ расчищали крышу и сбивали сосульки, они повредили козырек над балконом. Он полностью отвалился. Собственники хотят обязать управляющую компанию выплачивать компенсацию. Главный инженер послал меня в суд. Я, наверное, туда и пойду. Я ему говорю, мы хотим договориться, может быть, что-то как-то мы совместным усилием поставим на место. Работники же ваши сломали. Мне сказали, что, наверное, мы не будем с вами договариваться. И все. Сейчас протечку на крыше устранили. Как комментирует центр ЖКХ, кровельное покрытие изношено до такой степени, что временный ремонт на отдельных частях превышает норму в два и более раза. Срок эксплуатации кровли уже истек. Таким домам управляющая компания уделяет особое внимание. Но совсем устранить проблему не получится. Решить вопрос может только капитальный ремонт. У жителей есть возможность подвинуть срок капитального ремонта на более ранний, чем запланировано фондом капитального ремонта путем проведения общего собрания. Обращение в фонд либо напрямую, либо через управляющую компанию, либо администрацию можно попросить выступить заявителем по этому вопросу. Жители, у которых из-за протечки пострадали квартиры, могут подать заявление на получение компенсации. Оценивают затраты на основании акта осмотра и дефектной ведомости. Что касается Козырька над балконом, то он установлен самовольно. Это запрещено делать по нормативным документам. Степень притязания его к управляющей компании, если она возникнет, ну, должна, наверное, каким-то образом решаться через суд. Потому что, с одной стороны, это и частная собственность, а с другой стороны, это частная собственность, установленная в нарушении законодательства. В середине февраля депутат Василий Ласточкин снова посетил Донбасс. Уже в десятый раз он присоединяется к гуманитарному конвою в составе народного движения «Нижегородское ополчение. Помогаем своим». Представители Советов ветеранов Орфео Цвнеев и детского сада номер 8 весь январь приносили продукты – сладости, тёплую одежду, постельное бельё, письма от ребят. Конечно, радует очень бойцов как-то на это. Видно по ним, что они с удовольствием это читают и принимают, прям как будто дома побывали. Стройматериалы и техника – основной запрос с фронта. Любые способности, ремонт и быта – они порой жизненно необходимы. Как сообщает сайт Гордумы Нижнего Новгорода, прошлый конвой отвёз 12 тонн груза на сумму около 7,5 миллионов рублей. Сейчас проходит сбор нового. Край ещё заявку прислал наш земляк, который ушёл добровольцем. Это нужные квадрокоптеры, он прислал три квадрокоптера нужные ему, пять радиостанций цифровых. Поэтому хочется, чтобы бросить клични, просто призвать неравнодушных граждан перевезти средства. Есть у нас фонд ФСР, это для пожертвования на СВО. Когда будут переводить, они должны указать, что это пожертвование для СВО. Один квадрокоптер стоит около полумиллиона. Поэтому несложно рассчитать, что даже выполнение одного запроса требует больших средств. Бойцам также нужно сезонное омбудирование. Обмундирование. В частности, резиновые сапоги с утеплением. Маскировочные сети. Это обмундирование. Ну, конечно, продукты питания, если только в сухом виде. То есть, что было не скоропортящееся, длительного хранения. Это одеяло. По словам Василия Ласточкина, на фронте настроение у всех хорошее. Встречают всегда с улыбкой и заряжают верой в победу. Бойцы делают для этого всё возможное. Не менее важна поддержка тыла, поэтому любая помощь приближает участников СВО к цели. Подробную информацию с реквизитами сбора можно найти на сайте городской думы Сарова или в официальной группе ВКонтакте. Детская библиотека имени Пушкина завоевала сердца многих горожан, как маленьких, так и взрослых. Это место стало центром притяжения книголюбов, любителей искусства и культуры, полезного досуга. Библиотека открыта и детям, и их родителям, и старшему поколению. Обычно здесь всегда весело и шумно, но на этот раз в библиотеке царила лёгкая грусть и по-особенному трогательная атмосфера. Директор Любовь Николаевна Белякова покидает руководящий пост. Любовь Николаевна, наша дорогая, она сказала, что она хочет послужить в библиотеке немножко в другом качестве, и поэтому уйти с роли руководителя. Я долго как бы уговаривала её, чтобы этого не делать, но человек решение принял. Приятно, что вы остаётесь работать в библиотеке в новом статусе. Почему? Потому что, честно говоря, мне всегда нравилось сюда приходить, потому что за годы работы вы и ваш коллектив вывели работу в городской библиотеке на совершенно фантастический уровень. Спасибо. Дети любят приходить, детям нравится здесь быть. Более того, здесь любят будут не только сами дети, но и их родители. Присутствующие отметили трудолюбие, ответственность и высокий профессионализм Любови Николаевны, который она демонстрировала на протяжении 23 лет. Под её руководством сформировался сильный, сплочённый коллектив, который всегда в авангарде всех начинаний. В адрес директора Пушкинки сказали много тёплых слов друзья, коллеги, руководители образовательных организаций. У каждого приходит своё время. Сегодня пришло моё. Поэтому я очень рада этому событию и хочу сказать своему родному коллективу слова огромной благодарности за то, что всё это время мы настолько творчески, дружно проработали все эти годы, и что библиотека в городе востребована. Её любят жители, маленькие и большие наши читатели. Спасибо огромное всем. Исполняющим обязанности директора детской библиотеки имени Пушкина назначена Ксения Якунчикова. Со сценой детской школы искусств номер два звучат поздравления от педагогов и учеников школы. Все они приурочены к празднованию 30-летия ДШИ номер два. На мероприятие каждого преподавателя наградили дипломом за вклады и развитие в школу и учеников. Благодарственным письмом от Министерства культуры Нижегородской области награждён преподаватель фольклорного ансамбля Сергей Бельдюгин. Он работает в ДШИ номер два 24 года и уверяет, что фольклоры – это жизнь, и дети должны знать историю предков. Дети просто видят, как жили раньше, и они берут всё хорошее из той жизни и переносят в современное общество. Не обязательно копировать пение бабушек в такую же манеру. Важно жить именно в ладу с собой, в ладу с другими детьми, в ладу с семьёй, и это очень помогает. Юбилей работы в школе искусств номер два отмечает и Ирина Оськина. 25 лет она руководит образцовым ансамблем русской песни «Горница». Преподавателя воспитала сотни учеников. Некоторые из них пошли по стопам своего учителя. Конечно же, с каждым годом бывает трудно, потому что направление наше, оно уникальное. Оно направлено на изучение традиций, обрядов страны. Мы учим наших детей познавать традиции, мы влюбляем их в народную песню, в танцы, в музыку. Ну и, конечно же, мы даём в первую очередь нашим детям образование. Мы можем гордиться. За эти годы у нас немало поступило учеников, которые уже стали моими коллегами. В детской школе искусств номер два работают 37 преподавателей, учатся более 500 детей. Все они с восторгом откликаются о школе. Я хочу поздравить ДШИИ-2 с 30-летием, пожелать удачи, развития. Поздравить всех наших учителей, которые преподают. Желаю им послушных и умных детей, чтобы у них всё было хорошо. Хочу поздравить нашу школу искусства ДШИИ номер два с круглой датой 30-летия. Это юбилей. Для нас это большая цифра. Хочу поздравить всех педагогов и учителей нашей школы. Хочу пожелать им здоровья, крепкого-крепкого здоровья, побольше счастья. Хочу, чтобы они нам давали также больше опыта для нас. Редакция нашего канала присоединяется к поздравлениям. Пусть креатив и позитив станут крепкими крыльями, благодаря которым ваши ученики будут достигать невероятных результатов в творчестве. Желаем процветания и роста, успешных начинаний и ярких побед. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. На площадке перед военкоматом собралось более 30 школьников. Они пришли сюда на торжественное посвящение в юнормейце. В этот раз нагрудным знаком юнормейской доблести третьей степени наградили двух человек. Богдана Розенкова, юнормейца военно-спортивного отряда «Вымпилатом», и Дарью Воробьеву, командира второго отделения военно-спортивного отряда «Вымпилатом». Для обоих эта награда стала первой и очень почетной. У нас, сколько я знаю, медаль не так уж и часто раздают, а впечатление, счастье какое-то, то, что я добилась таких успехов, и меня нагодили. Что для этого делал? Участвовал в разных соревнованиях, участвовал во многих этих присягах. Мы вносили очень много раз флаг, два раза вносили флаг, и вот сегодня я получил медаль. В Сароме нагрудным знаком юнормейской доблести награждены всего семь человек. Все они воспитанники военно-спортивного отряда «Вымпилатом» Саровского физико-технического института «Анияумифи». Медаль юнормейской доблести выручается, в принципе, за совершенно разные заслуги. В первую очередь это спорт, то есть, если человек достигает какого-то результата, кандидат мастера спорта, мастер спорта, все это заносится в юнормейскую личную книжку. По истечению трех лет, когда юнормеец прозанимался в данном движении, он может собрать так называемое портфолио, то есть все свои заслуги, грамоты, спортивные, творческие. Отправляется это все сначала в Нижегородский штаб, оттуда это все отправляется в Министерство обороны Российской Федерации, и там уже комиссия решает, удостоен он такой награды или не удостоен. В завершении мероприятия школьники произнесли клятву юнормейца. Они поклялись всегда быть верными своему Отечеству, юнормейскому братству, соблюдать устав юнормии, быть честными, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, быть защитниками слабых и преодолевать преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте. После чего ребятам вручили книжки юнормейца. Ирина Вышегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Ансамбль русской народной песни «Забава» начал свою историю в 1994 году при Центре внешкольной работы. Сначала в коллективе была одна группа из 15 ребят. В 2002 году под руководством Людмилы Карпушовой ансамбль отправился в Иваново на свой первый всероссийский конкурс. Постепенно в коллектив стали приходить все новые дети разного возраста – от 3 до 16 лет. Денис Порушенков занимается в «Забаве» более 13 лет. Русская песня очень близка к сердцу. То есть, когда даже слышишь, если кто-то поет очень хорошо русскую песню, то пробирает аж до мурашек. На самом деле русская песня поднимает настроение. Даже если ты идешь, например, уставшую в школу, напеваешь ее, и сразу же улыбка появляется на лице. Денис Порушенков в дуэте с Владиславом Глазковым выигрывали конкурсы и забирали домой гран-при. Владислав поступил в музыкальный колледж во Владимире. Такая же мечта и у Дениса. Коллектив участвует в благотворительных акциях, выступает в детских домах и домах престарелых. Воспитанники коллектива участвовали в проекте «10 песен Росатома» в съемках передачи «Играй гармонь». Многие участники пришли в «Забаву» в юном возрасте. Мария Новаева занимается с 3,5 лет. Привлекла сюда еще и брата. Мне понравилась народная песня, потому что в ней есть смысл. Например, про Россию есть песни, там как бы все это поучительно. Самая главная задача объединения – воспитать в подрастающем поколении любовь к родине, уважение к ее истокам, заново раскрыть богатую культуру русского народа. Ценности коллектива оказались близки и Тимофею Солохину. Я сначала, наверное, от русских народных песен был далек, но понял то, что никто в принципе недалек. И даже сейчас как-то русские народные песни, сам вот это звучание, добавляют современную музыку. Здесь сразу становишься энергичным. Я себя почувствовал уже более открытым. Всего лишь год прошел, а я уже как-то больше открылся. И понял, на что я могу вообще в этом мире. К 30-летию ансамбля «Забава» прошел праздничный юбилейный концерт. Центр внешкольной работы подарил коллективу электронное фортепиано. Фютер Ушаков – выдающийся русский флотоводец и адмирал XVIII века. Он участвовал в русско-турецкой войне, командовал собственной яхтой Екатерины II и защищал русские торговые суда в Средиземном море. В ходе 43 морских сражений под его командованием он не потерял ни одного корабля и ни разу не потерпел поражения. В феврале исполнилось 279 лет со дня рождения флотоводца. Фонарославский парень рос в бедно-дворянской семье. Парнишка рос некрепким, как нам говорят. Подковы и легенды, которые по нему ходят, что он якобы 16 лет рвал подковы, разгибал их. Такого, конечно, не было. Он был щупленького телосложения. Учился проходить демо-начальное образование. Получался в монастыре Богоревления на острову, где его и здесь и крестили. И здесь же было заферсировано его месторождение, как в Рославской губернии. В музее военно-морской славы можно увидеть фотографии, где жил и учился великий флотоводец. А также изучить семейные древо Фёдора Ушакова. Его корни начинаются от князя Владимира. Потом уже в 19-м поколении у нас родится здесь Фёдор Ушаков. Мы очень много работаем по Фёдору Ушакову. Вы знаете, что наша непосредственно работа начала с 2005 года с реконструкцией мондира Фёдору Ушакова. Ну, а сейчас у нас коллекция очень большая. Предметы, вещей, факты событий, которые мы показываем. В том числе, в частности, это единственный наш музей в стране, который имеет даже представленную землю с места его рождения и с места его последнего нахождения дома в деревне Росеевке, здесь в Синековском уезде, но сейчас в Тимковском районе. В августе 2001 года Русская Православная Церковь прославила Ушакова как святого и объявила его покровителем русского флота. Его мощь опокоится в Санаксарском монастыре в Темникове. В 2004 году было решено, в связи с тем, что популярность его как святого очень выросла в нашей стране, было решено, что сделать его уже общецерковным, святым Православной Русской Церкви. И вот с 2004 года он уже наш такой сильный, святой, праведный воин Федор Ушаков. Хотя совершенно правильно считать, все-таки не с 2004, потому что он все равно был канонизирован в 2001 году, поэтому мы все говорим о том, что он все-таки святой русской Православной Церкви с 2001 года. Узнать больше о великом флотоводце Федоре Ушакове можно, посетив Музей военно-морской славы. Достаточно просто записаться на экскурсию. Ирина Вашегородцева, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом. Любовь и мужество. Под таким названием в Молодежном Центре прошел концерт, посвященный Дню Защитника Отечества. Для гостей подготовили яркую, разнообразную программу. На сцене выступили творческие коллективы города, приглашенные артисты. Отвага, любовь к родине и к близким людям, мужество и подвиг. Обо всем этом были вокальные и танцевальные номера. Перед концертом в Зимнем саду организовали мастер-классы для детей и родителей, военнослужащих, яркую фотозону и выставку детских рисунков в рамках конкурса «Слава защитникам». На концерте торжественно подвели итоги конкурса в номинациях «Нашим защитникам» и «Служу России». Городской конкурс «Слава защитникам» проходил в феврале. В нем было две номинации. Первая номинация – это видео поздравления для защитников, а вторая номинация – рисунок поздравления защитникам. Подведены итоги и все работы представлены здесь. Мы пригласили жителей города на наш прекрасный концерт, а также военнослужащих срочной службы нашей воинской части. Поздравительные номера также подготовили участники клуба «Молодой семьи. Семья». Концерт к 23 февраля стал настоящим подарком для всех мужчин – солдат, пап, мужей и будущих защитников Отечества. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Подорожник – молодой котик. Ему примерно 2,5-3 года. Он жил в подъезде. Жители его подкармливали и даже сделали ему домик. Но такое соседство устраивало не всех. Кто-то выгнал кота на улицу. Тогда волонтеры забрали подорожника в приют «Мурдом». Там выявили у него болезнь крови. У него гембартонеллез – это болезнь крови, которая может привести к анемии. Но чаще всего она проявляется в носительстве и больше никаких признаков заболеваний нет. Поэтому никакой терапии не требуется, ни таблеток, ни уколов, ничего. Нужно просто следить за состоянием котика, чтобы он был активный, хорошо кушал, двигался. Подорожник кастрированный и привитый, обработанный от паразитов. Котик отличается ласковым, дружелюбным характером. Прекрасно взаимодействует с детьми. Подорожник полностью соответствует своему имени. Поскольку он подорожник, то как раньше на Руси лечили все раны. Прикладывали подорожник к больному месту. Так мы шутим, что если у вас болит душа, у вас стресс, можете прикладывать к себе кота. И он, как настоящий подорожник, это все вам будет заживлять. И вы будете счастливы. Вместе с подорожником в клетке живет Тюр. Он тоже уличный кот, которого подкармливали неравнодушные люди. Но когда наступили холода, волонтеров попросили забрать Тюра и его брата и сестру в приют. У Тюра тоже выявили гемо-бартенелиоз. Это котик метис. По нему это заметно. У него, скорее всего, были шотландцы где-то в родстве, потому что у него очень необычный для беспородного котика мраморный окрас. Также он, в отличие от подорожника, немножечко более осторожный котик. Он более пугливый, поэтому, если вы захотите взять его домой, немного потребуется времени на адаптацию. Но он при этом не проявляет агрессии. Он тоже ласковый. Ему самое главное – привыкнуть к человеку. Подорожник и Тюр из-за заболевания могут быть единственными котиками в семье. Чтобы познакомиться с обитателями приюта Мурдом и задать интересующие вопросы, звоните по телефону. За прошедшую неделю сотрудники госавтоинспекции выявили 213 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Зарегистрировали пять ДТП с материальным ущербом. Пострадавших не было. На праздник 23 февраля инспектором дорожного движения попался один пьяный водитель. Пьяных водителей регулярно отлавливают сотрудники ДПС. То есть на эту неделю у нас попался один человек. Возможно, все в праздники сидели дома. А так обычно по шесть, по девять человек у нас исключаются из участия в дорожном движении в связи с тем, что они либо предположительно управляют в состоянии алкогольного пьянения, либо уже после этого устанавливаются. Еженедельно с пятницы по понедельник сотрудники ДПС проводят мероприятия по выявлению автомобилистов под градусом. Несмотря на то, что на улице солнечно и тепло, а на некоторых дорогах сухо, автомобилистам не нужно забывать о правилах безопасности в зимний период. Чистая дорога тоже может таить в себе опасность. На ней может быть тонкая корка льда. Сотрудники ГИБДД призывают водителей правильно выбирать скоростной режим, соблюдать дистанцию и боковой интервал. Следует быть предельно внимательными при подъезде к пешеходным переходам. Несмотря на то, что дорога достаточно чистая и может образовываться вот эта корка льда, пешеходам не стоит забывать, что тормозной путь у автомобиля все еще достаточно длительный. Поэтому прежде чем переходить проезжую часть, нужно убедиться, что все автомобили, все водители вас видят и все водители вас пропускают. 7 марта Госавтоинспекция проведет акцию «Цветы для автоледи», посвященную Международному женскому дню. Участники акции подарят женщинам-водителям цветы и напомнят о правилах дорожного движения. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.